На Западной Украине, а точнее в самых древних монастырях Волынской области, готовятся к празднику в честь иконы Зимненской Божьей Матери. По этому случаю храмы посетили епископы Киева Печерской Лавры. Подробнее Юлия Жешко. Поселок Нискиничий находится практически на границе Украины с Польшей. Здесь не шумят автомобили, местные жители никуда не спешат, их здесь всего несколько сотен человек. При этом именно сюда круглый год съезжаются люди из разных уголков страны. Приезжают, чтобы посетить мужской Успенский монастырь. Вот уже более двух веков он возвышается на вершине одного из Волынских холмов. Едут, даже из далека приезжают. И особенно из Закарпаттия у нас, из Львова тут вообще нет. Из Полтавщины даже приезжали. Из Запорожья у меня были. Ну, из Польши, из Канады, родинами, которые приезжают. Всего несколько десятилетий назад здесь были только руины. Во время сталинского режима храмы разрушили фактически до основания. Их восстанавливали тысячи прихожан и священнослужителей. В том числе нынешний наместник Киева Печерской Лавры, митрополит Выжгородский и Чернобыльский Павел. Сегодня он провел в монастыре праздничную службу. По словам митрополита, за 20 с лишним лет его отсутствия здесь многое изменилось. Вспоминая прошлое, не может сдержать эмоций. Шесть лет пройшло моих тут, молодых лет, отбудование храма. Дякую, что это векенте, это построены эти домики. И это все напоминает мне ту историю, которая была в тот час. Цей дуб, который мы посадили в 88-м году, 28 липня. Я приехал, ну знаете, я с бедной дружеси, мне не было что взути. Иоганники меня приняли, потому что они все приймали в тот час, боялись монах. Тому для меня это самое дорогое и родное место. Всего неделя ходим, потому что неделя выдано Богу, нужно выдано Богу, помолиться за здоровье детей, за здоровье семьи, за здоровье близких родных, за мир в Украине нашим. И есть среди прихожан и известные личности, говорит наместник. И письменник, и поэт, и композитор, Калищук, как и завжди в нашей обители. Багато ведомых, сведомых людей, они поважают, потому что эта древняя обитель притяжена Адаму Киселю, той, который в действительности боролся за святое православие. Не так давно здесь основали приходскую школу. Сегодня в ней учатся 47 детей. Кем мечтаешь стать? Матюшкой. Успенский монастырь – пример стойкости православной веры. Уверены священнослужители, пока в стенах этого храма будут верующие, ни ему, ни украинской православной церкви ничего не грозит. Тут был скит Киево-Печерской лавры, Киево-Могилянской академии при Петромогиле, закладенный цей храм при Петромогиле. Через это и воно лишилось оплотом православия, под самым Польшей. Вы знаете, тут никто ничего не может сделать, потому что тут очень глубоко верующие люди. Тут очень хорошие люди. Я очень счастлив, что теперь встал монастырь, про который я мечтал, которому я помогал и встать, и вставать на ноги. К слову, это единственный монастырь, в котором хранят мощи его основателя. И хотя этот храм принадлежит украинской православной церкви, здесь сохранились фрагменты католических святынь, и даже подземные ходы, которые раньше вели из мужского монастыря в женский. И Юлия Жешко, Максим Чеблин, Юрий Тарасюк. Подробности телеканал Интерс специально из Волынской области.